Для жителей Автозаводской и ближайших улиц на площади Горького устроили настоящий детский праздник. На сцене инклюзивный театр «За Зеркалье». А комар ста под моим гипнотизирующим взглядом, толстый и тяжелый. Как здорово, что именно в этот праздник проводятся такие мероприятия на площади Горького и вместе с театральной студией «За Зеркалье», где моя самая является участием. Спасибо всем большое. По давней и доброй традиции, 1 июня, мы отмечаем достаточно давно уже этот праздник, это очень хороший, светлый, приятный праздник, это День защиты детей. Искренне хотелось бы поздравить всех наших маленьких пациентов, всех детей, всех подростков. 1 июня – также день старта летней оздоровительной кампании. В 15 загородных лагерей сегодня заезжают дети со всей области, 5 загородных уже начали свою работу до 1 июня. Также сегодня открывается первая смена в школьных лагерях с дневным пребыванием, 297 школьных лагерях с дневным пребыванием по всей области, 110 лагерей труда и отдыха для подростков сегодня также принимают детей. Сегодня от Дворца пионеров в детские лагеря отправлялись дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, а также дети участников СВО. Для всех этих категорий путевка бесплатная. Всего планируют, что этим летом в загородных лагерях отдохнут около 5000 детей данных категорий. Заявочная кампания в регионе проходит с апреля месяца. Родители на заявительной основе обращаются в полномочный орган, подают минимальный пакет документов, главный документ, подтверждающий их право на бесплатную путевку. Многие из них поедут в лагерь не в первый раз. Веселые воспоминания о смене, добрые знакомства и здоровье – вот что останется с ними после оздоровительного лагеря. Каждый год практически езжу, не считая года пандемии и года, когда я экзамен сдавала. Я ездила в Юлово, получается, и в Березку. Как-то раз мы с моей подругой пошли ночью и выкрали тумбочку из соседнего корпуса и наткнулись спиной на вожатую, на нашу. Тумбочку пришлось вернуть. У перрона машут руками вслед уходящим автобусам мамы, братья, бабушки. Все они с ностальгией вспоминают собственное пионерское детство. Каждое утро вставали 6 часов на зарядку, горн, барабаны, маршировали. И потом в столовую ходили под речевки. Если повар не накормит, то и повара съедим, говорили. Для тех же, кто остался в городе, работают лагеря с дневным пребыванием. Один из них открылся на базе детского центра имени Александра Матрусова. У нас работают мастер-классы, площадки по мастер-классу. Это участвуют педагоги центров творчества 6-го, 2-го, 4-го, Ленинского. Кроме того, у нас Ульянушка выступает от 4-го центра. На время пребывания детей ждут не только развлечения, но и программы «Умные каникулы» и «Везопасный город», которые научат детей основам астрофизики, познакомят их с разными видами творчества и правилами дорожного движения. Продолжение следует...